Привет, земляне! Нашу планету и паразитирующую на ней уже нашу цивилизацию более 200 лет накрыла покрывалом лжи и беспредельного зла. Лжива сама история, которую для нас написали паразитирующие захватчики. Им надо было вписать свое присутствие в окружающую действительность. Лживы многочисленные религии, захваченные паразитами, чтобы разместить своих завербованных представителей в энергосооружения, которые называются храмами, церквями, монастырями и другими энергетическими постройками, оставшиеся после глобальной катастрофы от прошлых цивилизаций. Придумали басни про некоторых божеств и вынужденность сраболепия перед несуществующими идолами и другой подобной атрибутикой. Все это сделано для того, чтобы, привязав к некой многочисленной вере, держать наше сознание на контроле, вычищая из невежественной биомассы остатки светлых, прогрессивных и честных созидателей, обладающих совестью и честью. А многочисленные войны использовались для уничтожения тех, кто принципиально представлял для них угрозу и не разделял навязанных ими условий существования в рабстве. Стоит ли напоминать, что после захвата власти большевиками 106 лет назад в совке слово «интеллигент» стало ругательным, а за принадлежность к ним ставили к стенке. В результате над совковой территорией уже более 100 лет производится отрицательный селективный отбор. Из вас сделали бездушных и безинициативных приматов, которых кормят к мусорам обмана, мнимых достижений и особого животного величия. С начала прошлого столетия создана устойчивая и безбашенная секта пожирателей лжи, метастазы которой распространились по всей уголке планеты. Прямо сейчас преступники переписывают историю под себя. Кроме того, научная действительность изобилует искаженным и лживым описаниям мироздания. В некоторых своих роликах я приводил примеры. С самого рождения нам прививают естественность обмана, приучают воспринимать чей-то воспаленный бред как условное иносказание. Как вам внушались сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. В результате ребенок в своей естественности теряет самообладание и воспринимает сказочный мусор как наркоту, чтобы в этом потоке лжи уйти в безсознательное состояние. Я мог бы привести множество примеров атрофирования мозга у детей и превращения серого щита в желеобразную массу. В отличие от многих, мой мозг в детстве сопротивлялся подобному насилию. Еще до школы я перечитал все детские сказки. И у меня уже тогда вызывали недоумения чьи-то воспаленные и извращенные фантазии. В младших классах перешел на фантастику, чтобы понять суть подвоха, но чувство бредовости не покидало. Уже когда перекинулся на научную фантастику, то хоть как-то появилась логичность и выработалось критическое мышление. Ну, а когда перешел полностью на популярную техническую литературу и журналы, то замучил всех библиотекарей. Они каждую неделю специально для меня готовили стопки журналов и книг перед моим посещением. В те времена у меня копилось возмущение. Но почему люди врут друг другу, да еще добровольно верят в ту же ложь, хотя сами же понимают и принимают эти дикие правила игры, кто кого круче надует. Как в раннем детстве, так и поздравслев, я очень скептически относился, например, к Деду Морозу. Понимание голого развода меня только обескураживало. Конечно, взрослые суетились вокруг и требовали соблюдения ритуала, да и подарки в результате были не лишними. В 1984 году для меня было целым испытанием комсомольское поручение развозить по домам и квартирам Деда Мороза и Снегурочку для наших работников в СКБ завода. В те времена далеко не у всех инженеров были машины. У меня же уже тогда был Жигуленок и двое детей, 79-го и 82-го года рождения. Вот решили централизованно устроить всем своим работникам новогодний праздник, чтобы не вызывать каждому неких левых бородатых алкашей. Конечно, выбрали своих же работников в качестве сказочных персонажей. Опять же, я, как самый ярый трезвенник, строго следил, чтобы мои сказочники не наклюкались. Точно не помню, но было более 12 заказов. Конечно, заезжали и к моим детям. И, судя по фото, они как-то были не очень расположены к откровенному обману. Как и, кстати, у многих других была похожая картина. У детей явно срабатывал некий барьер, подозрительность и неприятие вероятной лжи. Зато родители, особенно принявшие на грудь, принимали бутафорию и цирковое представление как должное. Сами становились детьми, но без тормозов. Единственное, что положительно оживляло многих детей, это, конечно же, подарки. А окривляние взрослых с дешевыми сказками и стишками не просто больше терпели. И вынужденно в этом участвовали. Наблюдая со своим скепсисом на весь этот театр и странную реакцию, детей у меня уже тогда зародились философские мысли. Насколько людям вроде как в здравом уме свойственно выдуриваться и принимать подобный обман. Было стойкое ощущение, что все эти клоунские сценарии кем-то специально расписаны и навязаны. Для того, чтобы у детей с раннего возраста сломать барьер адекватного и реального понимания окружающей действительности и просто тупо забить их мозг ложным мусором, чтобы сознание атрофировалось и затерялось в пространстве. Поэтому для неокрепших умов сочиняли всякие совершенно бредовые сказки, мультфильмы, различные массовые мероприятия. Школьные программы, если трезво оценить их посылки, шели абсолютной извращенностью. Не буду сейчас конкретизировать. Но вы же сами не раз могли замечать отсутствие всякой логики, особенно в техническом плане. Тоже не буду сейчас вдаваться в подробности, но в моих наблюдениях, как итог, у взрослеющих детей ломали реальность восприятия и навязывали сказочный дебилизм. Я был один из немногих, кто не принял паразитирующие правила поведения и условности, всячески этому сопротивляясь. Своим абсолютно трезвым взглядом, взрослее, я с ужасом наблюдал, как окружающий мир деградирует, вместо того, чтобы развиваться и стремиться к чистому и светлому. Понимание сути происходящего пришло в 92-м году, когда я прошел различные курсы по биоэнергетике. Понадобилось еще пару десятков лет, чтобы определить свой собственный путь. Путь борьбы со злом и ложью. Так как только эта возможность сможет спасти нашу цивилизацию от надвигающейся катастрофы. Помните, как у Высоцкого? Разницы нет никакой между правдой и ложью. Если, конечно, и ту другую раздеть. Именно он был одним из тех, кто помог мне справиться с лживым насаждением моей жизни. Но об этом гениальном артисте и поэте я кое-что расскажу довольно скоро. Лучше сейчас, как пример, я немного поведаю об одном величайшем мировом мошеннике, которого паразитарий выставил человечеству как абсолютного гения. Года три я все собирался выпустить про него отдельный ролик, но, вероятно, руки так и не дойдут. Да-да, это Альберт Эйнштейн. Многие из вас в курсе, что он родился с деформированной и неестественно большой головой. А то, что он вообще не разговаривал до семи лет. И уже когда издал первые члены раздельной звуки, то долгое время, как попугай, повторял фразы за другими. Первые самостоятельные попытки собственных разумных фраз он сперва беззвучно наговаривал губами, а после уже произносил вслух. Был очень раздражительным и агрессивным ребенком. Единственное, у него хорошо получалось играть на скрипке. В гимназию пошел с десяти лет, и учеба явно не задалась. Конечно, его тормознутость и нежелание учиться воспринималось соответственно. Еле протянувший след по типу церковно-приходской, он даже не сдал выпускные экзамены. Просто слинял. Причем до 12 лет страдал регулиозным фанатизмом. Но отрекся от божественной скитании, когда у него на горизонте появились некие кураторы, которые стали заводить его сознание в необходимое русло. Да, кстати, парнишка родился в немецко-еврейской семье, что и предопределило его дальнейшую судьбу. Я сейчас не буду входить в подробности и обоснования, а может, как-нибудь в другой раз. Но именно его психологическое состояние, еврейские корни и место рождения стали ключевыми для того, чтобы представители паразитария и прокураторов, которые также были евреями, выбрали его как избранного для их миссии. Блуждающему мозгу Альбертика были представлены такие древние философы, как Евклид и Кант. Ну, Евклид был связан с древнейшими теориями и постулатами по различным геометрическим формам, а вот Кант проповедовал философию, в которой главная линия – это без всякого смысла трахать мозг собеседнику. Помните миниатюру по этому поводу в Камеди-клабе? Категорический императив. То есть вы считаете, что императив категоричности не является категоричной императивностью? Ну, и да, и нет. Это же Эммануил Кант! Вероятно, тут Эйнштейн преуспел в познании насилия над чьим-либо мозгом. И когда провалил экзамен в политех Цюриха, ему посоветовали все-таки сперва закончить начальное обучение. Для этого он отправился в швейцарский город Арау. А чтобы не платить за проживание, закантовал дочь одного известного профессора Йоста Винтеллера. Вот так вот, не напрягаясь на правах жениха, а Эйнштейн, познав смысл жизни на время учебы, нежился в постельке с невестой с одной стороны, естественно, питаясь там же, и прикрывал свою задницу ее отцом с другой по учебе. Получив выходной аттестат, Альберт сбежал от невесты чисто по-английски, отчего бедняга не снесла такого предательства и тронулась умом. В результате ее определили психлечебницу, где она, зачахнув, ушла в мир иной. Фактически стала жертвой Альфонса. Вернувшись в Тюрих, кантовский последыш снова сделал попытку поступить в политех. Думаю, и тут кураторы не дремали, и хитрого тормоза пропихнули на учебу. Как и в колледже, так и в техникуме. Знания не очень интересовали будущего гения, его редко кто видел на занятиях, но хитровялый тут тоже нашел в себе очередную жертву и подкатил к лучшей и весьма перспективной студентке Милия Вимарич, которая стала его бульдозером. Несколько обделенная внешностью с физической проблемой была хромая, старше его на четыре года, но, вероятно, как считают некие Казановы, любовь зла. В общем, он воспылал к ней безграничной страстью, лихо вскружив голову, после чего, как говорят его кумиры, успешно прошел обучение и сдал экзамен в 1900 году. Конечно, не без помощи, Милевич. Вероятно, с этим были не согласны его преподаватели и после выпуска не захотели пристраивать к карьерной лестнице, хотя такое было в традиции политеха. Столкнувшись с реальной действительностью, будущее божество два года мыкалось в поисках хоть какой-либо работы, сильно голодая на уровне бомжа. И тут случилось чудо. Его перспективный друг, однокурсник по политеху Марсель Гроссман, кстати, тоже еврей, в 902 году, успев защитить диссертацию, через своего отца пристроил Альберта в федеральное бюро патентования изобретений в Берне. Пустили козла в огород. И тут Остапа понесло. В общем, идеи с новоиспеченного теоретика посыпались, как из рога изобилия. Вероятно, козленку с его ограниченным мозгом сложно было бы переработать с только дармовой патентной капусты. Но, по моему мнению, без прямого сговора между ним и Гроссманом не обошлось, так как они плотно засели оба как за теорию относительности, так и другие совместные теоретические проекты, выбор которых в патентном бюро был высочайший, что сильно помогло и одному, и другому приобрести значимый бюджет в научных кругах. К тому же, неоценимую помощь оказала все та же подруга. И уже бывшая сокурница Милева Марич, в которой он резко охладел, как только сдал выпускные экзамены в политехе. Но, тем не менее, понимая, что умная девушка очень сильно сможет помочь его восходу на олимп гениальности, он, навязав ей унизительный брачный контракт, женился на ней. Из шести пунктов брачного контракта был ключевым пятый, который гласил, без слов протеста, ты будешь выполнять для меня научные расчеты. Даже не знаю, нужно что-либо тут пояснять. В остальных пунктах контрактна была бытовая дичь, превратившая ее в банальную домрабыню. Еще до венчания у них родилась дочь, почти уже свершившемуся гению. Она сильно мешала, особенно финансово, и он настоял, чтобы ее отдали опекунам. Там девочка вскоре заболела скарлатиной и умерла, став очередной жертвой мирового вентюриста. Папаша так ее никогда в жизни не увидел. В 1904-м родился сын Ганс, в 10-м Эдуард. У младшего оказалась шизофрения, и его, недолго думая, поместили в психлечебницу, где он остался до конца жизни. А старший Ганс сильно не взлюбил злого гения из-за его жесткой деспотии в семье и старался держаться от отца подальше. Из-за тяжелейшего характера и постоянных измен гения семья все-таки распалась в 14-м. Милева долго находилась в депрессии, доходя до психического расстройства, но официально они развелись в 19-м, где Альберт обещал Милеве отдать Нобелевскую премию, что позже и сделал. Не буду даже обсуждать, что именно она была ее достойна. После развода он тут же женился снова. Не обошлось без инцеста, так как избранницей была его двоюродная сестра Эльза Эйнштейн-Лавенталь по матери и троюродной по отцу, с которой он дружил с детства. Она была старше его на три года и имела двоих уже взрослых дочерей. Кстати, пикантная подробность. Он сперва подкатывал яйца к ее старшей дочери, но гению отказали, пришлось довольствоваться матерью. Ко всему этому ужасу можно добавить его некую аллергию на носки, которую он никогда не носил. Да, отсутствие зубной щетки, то есть за зубами он не следил. Еще много можно было бы описывать странности в его жизни, но это лучше изучать психиатром. Там есть над чем заняться. Некая шпионская возня, якобы антифашистские лозунги, которые после рассекречения документов говорят об обратном. Странный заезд в Россию и после в Соединенные Штаты десять раз подряд упорно его номинировали на Нобельскую премию специально обученные люди. И даже мировые заговорщики лица комиссии долго упирались в утверждение из-за непределенности в доказательствах регистрируемых теорий. Взяв комиссию измором, ему выдали наконец премию, правда не за теорию относительности, а за некий сомнительный фотоэффект. Впоследствии выяснилось, что был основан на ложных и некорректных экспериментах. А вот такого гения человечества представили сто лет назад дремучей биомассе. Навешали кучу регалий, распиарили по всему миру и заставили за ним повторять с восторгом ту бредятину, которая рождалась в его поврежденном мозге. Кстати, про мозг это не аллегория. Когда гений умер, патологоанатом фактически выкрил его мозг для своего исследования. Как выяснилось, по полушариям он был аномальным. Да, есть еще одна деталь жизненного пути в ранней юности Эйнштейна. Причем он сам любил вспоминать этот эпизод. В детстве его отец подарил ему обычный компас. Альбертик был в бешеном восторге. Мир для него перевернулся из-за реакции стрелки компаса все время показывает на полюса планеты. Очень долго с этим сложнейшим девайсом он носился как курица с яйцом утверждается, что именно созерцание магии движения стрелки сподвигло его стать на научную стезю. А теперь подытожу мною описанный пример. Дело в том, что когда я пытался изучать жизненные пути различных знаменитостей, то натыкался на определенные закономерности. Большинство из них получали путь к славе и получение всемирного признания очень схожим путем, будь то миллиардер, ученый, или артист, или президент страны, или некая другая особая знаменитость. Но было ощущение, что их все готовят в одной духовке, как пирожки. Да и у меня в жизни была возможность наблюдать за подобным в реальности, ввиду специфики моей деятельности в прошлом. Однако в те времена я не совсем понимал их значения. Это уже после курсов по парапсихологии я стал понимать, с какой колокольни наблюдать за окружающим миром и на чем заострять внимание. А сейчас вообще все можно изучить через интернет. Так вот, в системе паразитов, которыми управляется наша цивилизация, такой алгоритм всеобще стандартизирован. Это есть основа основ их вербовки из населения Земли и создания искусственных новоиспеченных гениев и других ключевых фигур в верхушке нашего общества, которые будут делать то, что от них требуется. Сейчас я не буду копаться в подробностях, так как это займет очень много времени, но если будет интересно, попробую раскрыть все карты в других выпусках. Разве только, чтобы вы попытались немного сориентироваться, просто обратите внимание на Ставковый центр. Самая жесть погони паразитария сейчас происходит именно там. Кто еще не догнал намека, говорю, в лоб. Внимательны гляньте за воздневым московском Кремле. Сейчас это ярчайший пример гадюшника. Кстати, я еще несколько лет назад пытался вам про это навести резкость, но в связи с некоторыми событиями последних лет мне пришлось удалить пару роликов о моих откровениях. Вернемся во времена Эйнштейна. Надеюсь, вы поняли направление мысли. Фактически недоразвитый ребенок с очень проблемным характером, абсолютно тормознутый, пропустивший в режиме пассива нормальное образование с промытыми мозгами как в ригелиозном, так и утопичном плане, вдруг запускается в сейф с сокровищами «бери ковш и черпай». И на подхвате уже стоят монстры с открытой пастью, куда все избрасывается. Более двадцати лет новоиспеченный пирожок не проявил себя вообще ни в чем, кроме того, что регулярно кошмарил самых близких к нему людей, физически и психологически уничтожая, так как монстрам всегда нужны жертвы. т.е. Т.е. в подавляющем большинстве нашему обществу искусственно уже многие столетия готовят гениев на любой вкус. Многих из них ведут прямо с детства, с определенной родословной и местом обитания. В начальном отборе обращается внимание на ограниченность умственных способностей с желательным сдвигом мозга. Что удивлены? Даю подсказку. Легче управлять особью с недоразвитым мышлением, почти дауном. У большинства из них отсутствует защита на управление. Их легко программировать и привязывать к определенным событиям. И еще избранники для манипуляций должны быть высоко тщеславны, непомерно эгоистичны, дико алчны. Развивая в них эти доминирующие пороки, выращиваемые образцы псевдогениев будут стремиться первоначально к обогащению славе и власти на основе привитых им псевдоспособностях. А когда достигнут желаемого, то пойдут на все, чтобы сохранить свое место. Мало того, те, кто ими управляет, также не заставит себя ждать. Соскочившие с предназначенной колеи просто исчезнут. Оглянитесь вокруг, посмотрите наверх, присмотритесь к ним, в подавляющем большинстве вы увидите деградирующих существ с явными отклонениями от реальности. все это искусственно и сознательно выращенные нелюди. Вероятно, кто помнит расцвет совковой перестройки, тогда в открытую проводили подобные якобы сакральные эксперименты, когда брали некого примата из толпы и делали из него самого крутого певца, артиста или еще какого перца. Но на самом деле это не были единичные эксперименты для примера. В реалии они просто в открытую глумились над действительностью. Надеюсь, некоторым станет понятно, почему явно гениальные одаренные дети так и остаются серой массой на подхвате. И как та же первая жена Эйнштейна, Милева Марич, на самом деле умная и одаренная женщина стала рабыней недоразвитого монстра, так как в определенной среди она не могла быть избранной, а вот зависимой рабыней, да. И еще претенденты на оглашение их великими, кроме тщеславия, эгоизма и алчности, обязательно должны продать душу. Только после этого они становятся членами тайного общества, которых выталкивают на мировую арену. Став паразитирующими монстрами, они создают собственные анклавы. Так же было и Сенштейном, пройдя полный курс посвящения в мир подонков и окончательно продав душу, он влился в общество, обслуживающее паразитариев. Проработав семь лет в патентном бюро, Альберт навыбирал самые сладкие варианты поданных заявок и, насытившись драгоценной добычей, стал раскидывать их по научным журналам, институтам, университетам, привлекая для оформления свою домашню рабыню. Написал сей же подачи кандидатскую, последокторскую. Вот так вот на основе лжи и подмены образуются многие псевдогении и особенно ключевые фигуры на вершине власти, получившие различные ученые степени. Подобными я сталкивался напрямую еще до и после перестроечных времен, когда наша творческая бригада инженеров СКБ завода стала регулярно забрасывать заявками на изобретение наше патентное бюро. Тут же появились желающие изначальства стать соавторами. Почти во всех наших авторских свидетельствах нами полученных обязательно присутствует хотя бы одна фамилия или генерального директора завода или главного инженера или других начальствующих лиц с рангом пониже. Мало того, наши авторские разработки использовались для защиты дипломов в институтах кандидатских и даже докторских. Все того же высшего руководства. И в качестве общественной нагрузки нам бригаду закидывали выпускных студентов для практики написания тех же дипломов. Лично через меня прошли несколько и защитились. То есть заводская мафия в наглую пользовалась нашим творчеством, лихо продвигая себя по службе и получая новые регалии на почве наших разработок. Хотя реально к этому никакого отношения и понятия как соавторы не имели. Мы же как серые мышки в лучшем случае удостаивались различных наград до премии на выставках по электронике, дивиденды от внедренных авторских свидетельств и отчисления от их внедрения в производство. Так как почти все наши подтвержденные изобретения шли в массовый выпуск. В отличие от множества других изобретателей, которые подавали заявки на авторство чисто ради того, чтобы было и клали на полку. В системе присвоения себе не принадлежащего начальством была еще одна особенность, о которой шушукались у нас в калуарах. На то время я не совсем понимал смысла. Когда шептались о тотальной бюрократии и наглости в присвоении материальных потоков, то отмечали, что в основном ключевые посты управления занимают евреи. Поэтому любая творческая активность и улучшение производства натыкались на глухую стену. Кстати, это была одна из основных причин, почему я решил уйти с завода, причем на пике своей творческой деятельности. Буквально за пару лет до увольнения, как я уже говорил, мне были присвоены звание изобретателя СССР и звание самого республики, а в патентном бюро уже готовили на меня документы на союзную номинацию. Начальник патентного бюро завода, узнав, что я увольняюсь, долго бегал за мной, пытаясь уговорить, чтобы остался, так как пакет документов на меня был уже готов, но я был настроен решительно уйти в самостоятельное плавание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!